Всем привет! Немного новостей с поляны Дома-2. Катя Горина озвучила результаты теста на беременность. Она не беременна. Я нигде не сообщала, что нахожусь в положении. А столько услышала домыслов. Оправдываться глупо. Я озвучила результат сразу же и закрываю эту тему. Вчера Сергей купил букет роз для Маши. Он пошёл с девушкой на свидание, потом они поссорились. Парень забрал цветы и подарил Элине. Но Маша забрала цветы обратно. Девочки стали выяснять отношения. Ну а Сергей в итоге опять оказался в объятиях Кати Гориной. Ваня показал влюблённую парочку. Целуйтесь уже, давайте. Помирились они снова вместе. Дом-2. Новая любовь. Зрители справедливо пишут Кате в комментариях. Глупо это и зачем? Сколько можно? Это какой-то цирк. Он целовался с Элиной, заселялся с новенькой. Выгнал тебя из комнаты и в итоге вы вместе. Это полный бред. Но справедливости ради надо отметить, что с Машей у Серёжи ничего не было. Ребята решили не торопиться. Первая неделя их совместной жизни после заселения должна была быть антиволшебной. Аня Самонина поддерживает брошенную Машу и объявляет кастинг для неё и для себя. Мы ждём красивых, достойных, умных, щедрых, добрых, внимательных. На самом деле мы особо не привередливые. Вчера девочек нарядили, как не знаю кого. Это был женский флешмоб по раскрепощению Максима. Делимся опытом с молодым поколением, хохочет Самонина. А какая из девочек вам нравится больше всего? Пишите в комментариях. Это Маша, Аня, Элина и Ира, которые пытаются строить отношения с Безусом. Безусу, кстати, очень не понравилось, что Ира приняла участие в этом флешмобе. И девушке пришлось оправдываться. Ебаровы погуляли в Санкт-Петербурге на дне рождения Ани Блюминкранс. Ей исполнилось 29. Ебаров постоянно оказывал знаки внимания Маши Кахно. Восхищался её талантом, говорит, на скрипке так розу чайную больше никто не играет, кроме неё. А также пышным бюстом. А вот Настя опубликовала милое фото со своим крёстным сыном Давидом. Видно, что Настя любит детей. Она и с сыном мужа от Алёны Савкиной всегда возилась. Настя станет хорошей мамой. А теперь о том, почему проект покинул Дима Дмитренко. Он говорит, что сам принял такое решение. Ему некомфортно вступать в новые отношения, не имея официального развода. У меня не завершён бракоразводный процесс. Нужно решить некоторые вопросы. Когда получу на руки все документы, тогда и буду думать насчёт отношений. А то как-то странно всё выглядит. Я не разведён, а строю отношения на Доме-2. Это нечестно по отношению к себе и к девушке. Вместе с тем Дима даёт шанс своим поклонницам. Ему пишут, Дима, давай познакомимся. Попробуй, рискни, отвечает Дмитренко. У тебя 15 минут, чтоб меня заинтересовать. Время пошло. Ну а к Ольге Дима уже не вернётся никогда. Нет, пишет, моё решение принято. Конфликт между Олей и Димой только ширится. Оказывается, Рапунцель обвинила мужа в том, что он вёл себя недопустимо в присутствии дочек. Именно поэтому она и сбежала на съёмную квартиру. Ольга хочет получить от мужа через суд полмиллиона рублей для оплаты съёмного жилья, 15 миллионов в качестве компенсации за моральный вред, для себя 10 миллионов и по 2,5 и каждой из дочерей, а также лишить Диму права общаться с детьми до их совершеннолетия. Поговаривают, что Либерж Кпадону тоже не является больше участницей шоу «Дом-2». Так ли это, узнаем из эфиров через неделю. Наивная белорусская девушка Вика Лысковец сказала на тет-а-тете в реальном времени о том, что она готова тратить часть своей зарплаты на ремонт квартиры Тиграна. Вот некоторые комментарии. Замечательно, всё как любит Тигран. Кредит пускай возьмёт. Ничему её жизнь не учит. То кредит, и то ремонт. С головой совсем беда. Кристина и Ваня переехали обратно в свою бывшую комнату. Разбирают вещи, которых у Кристины очень много. Также они готовятся к празднованию Ваниного дня рождения, которое будет уже в понедельник. Это все новости на данный час. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Продолжение следует...